здравствуйте уважаемые подписчики печки лавочки завершили очередной проект каминопечь с духовкой что хочу вам рассказать данная каминопечь имеет большую дверку топочную и духовку все литье использовалось визури чуть-чуть расскажу почему визури но во первых на данных видах печей резных визури хорошо смотрится но он не только на таких смотрится хорошо и как бы на классических печах неплохо смотрится за счет чего красивый дизайн стекла можно любоваться на огонь плюс удобно ставить каждый каждая дверка рассчитана так надо на энное количество рядов кирпича то есть нам удобно меньше подрезки меньше а если меньше режется кирпич то есть он крепче вот что хочу еще рассказать данной печи большая топочная дверка и большая топочная камера камера 55 на 50 и высотой 50 почти 53 для точности для чего это удобно но удобно большие закладки можно ложить это первое второе при выгорании при выгорании дров когда остаются угли влезет любой чугунок любой казан это тоже но для многих как бы большая важная функция печи топочная камера сделано с шамотного кирпича ша 8 борович духовка выполнена с плит ша 188 также топочная перекрыта также плитами ша 188 и наверх еще в клин перекрытой лещаткой что хочу сказать по работе данной печи как работает духовка как что огонь стопочный бьет в дно духовки оборачивает по задней стенке греется задняя стенка и также оборачивает вверх греется вверх духовки в данной духовке имеется вытяжка кто нас смотрит знает уже не раз видел данные вытяжки какие мы ставим также данная печь имеет полочку положить коробочек спичек пачку сигарет либо еще что-нибудь ну отсюда вроде бы все рассказал удобные ручки сделана печь более в классическом стиле по желанию заказчика то есть из украшение только маленькая корона карниз снизу сверху и полочка ничего лишнего угол не обрабатывали просто снята паска что еще можно сказать по этой стороне поддувальная также визуле со шторкой дверка тоже со шторкой так что печь можно можно топить как колосниковую также и как подовую то есть заложить колосник допустим пластиной металла и топить чисто регулировать шторкой на ну пошлите дальше расскажу покажу так ну смотрите данная печь имеет две очистные дверки первая дверка находится вот здесь огонь проходит вот сюда и покажу отсюда вот так вот стопки подымается и уходит на переднюю стенку бьет в переднюю стенку данная прочистная достает но отсюда сейчас попробую показать данная прочистная достает до самой передняя стенки как она работает вот она подымается здесь небольшой не небольшой а колпак на 4 ряда бьет в подвертку подворачивается дым и уходит верхний колпак верхний колпак также оснащен прочистной также в печи так оснащен прочистной которая чистит полностью от дымохода до чтобы печь давала более тепла подъемный канал и все каналы по печи но то есть даже подвертки все разделено на три прохода то есть три канала подымается три канала бьет в переднюю стенку подворачивается и три канала выходит наверх и вот здесь только они соединяются перед дымоходом вот так вот выглядит печь вот она у нас это комната со всех сторон так как дом деревянный со всех сторон печь обошли калийной ватой везде перекрытие в два кирпича в два ряда и сверху тоже проложена калийная вата возвращаемся обратно вот вид спереди данной печи это у нас кухня вот так она выглядит печь вот так она горит на закрытом поддувале то есть режим тления вот так у нас идет уже тяга можем приоткрыть здесь если открываем полностью поддуваем вот наш полный режим горения но такой режим рекомендую только при пропаливании каналов чтобы печь прочищала сама себя вот что еще х и а ну вот наша духовка так как терракот еще запекается еще но духовку помыли но еще не окончательно вот прочистная вот так она работает прочистная установлена прямо в канал в подъемный канал видите не дымит ничего ну и такая вот полочка алмаз выполнен темного цвета чтобы выделялась ну что еще хочу сказать ну во первых хочу сказать передать привет ребятам с которыми мы работали до этого вы уже знаете максима игоря всем привет хочу сказать большое спасибо артём за то что как бы работа есть работа но к работе научиться подходить с каким-то художеством душой и всем остальным вы знаете что все печки сделаны по артёма проекту но даже когда мы работали вместе с артёмом все мелочи какие-то нюансы всегда команда обсуждала вместе полочку сделать вот так или сделать вот так мы садились и обсуждали пили кофе как бы все проекты можно сказать команды то есть печки лавочки не просто один человек все ок и сразу придумал но большая самое большое вложение в этом всем это артём вот так ну в принципе кто нас смотрит всем спасибо хочу передать спасибо подписчикам которые нас не забывают высылают средства индивидуальной защиты которая нам тоже очень необходимо всегда и которая на которой тратится в принципе немалая сумма денег постоянно потому что перчаток хватает бывает на 10 кирпичи а напомню что в печке 750 кстати не рассказал данная печка высотой 210 на нее использовалась две прочесные везуви дверка и топочная везуви дверка для духовки везуви прочесная для духовки поддувальная везуви литком прочесная для духовки две прочесные один колосник на дымоход ушло проходя чердачное помещение ушло около 120 кирпичи и проходя уже на крыше 60 кирпичи на крыше один зонтик напомню мы ставим всегда зонтики почти но и обход дымохода надеюсь ролик для кого-то стал полезным кто-то что-то для себя увидел кто-то для себя что-то запомнил напомню что мы нормально относимся к критике если кто-то что-то хочет пожелать я уверен что нас смотрит много кто может кто-то инженер какой-то новый станок придумал посоветуйте что-то может кто-то дизайнер может нарисовать красивый дизайн дизайн печи посоветуйте пришлите будем рады увидеть услышать вас всем спасибо всем мира и добра с вами алексей артем печки лавочки дизайнер